Здравствуйте, уважаемые искусственники! Сегодня с вами лекция 18 по дисциплине правил технической экспортации и обеспечения безопасных поездов. Тема у нас сегодня системы обеспечивания системы автоматических парков. И вопрос, который с вами рассмотрим, это организация управления движением поездов и автоматизация информационного обеспечения поездных вечеров. Организация управления движением поездов, как мы с вами говорили, для дороги транспорт представляет собой территориальную рассредоточенную систему, состоящую из большого числа технических подразделений, станции, ДПО, тягу по станции и технических средств, локомотивы, вагоны, системы автоматики, связи, контактности и так далее. То есть главная задача железнодорожного транспорта заключается в том, чтобы осуществить перевозку пассажиров и грузов с максимальной производительностью, минимальной себестоимости и гарантированной безопасности движения поездов. Основой организации движения поездов является для нас движение с фотографией движения поездов, объединяющей работу всех подразделений движения поездов. Движение поездов должно осуществляться строго по графику, по графику, которая обеспечивается правильной организацией точного выполнения технологического процесса работы станции и всех технических систем, связанных непосредственно с этим процессом. График движения поездов определяет последовательность занятий перегонов, поездами, времени отправления, прибытия на каждый раздельный фонд, скорости движения, продолжительность стоянок на станции и другие моменты. Необходимо стоит для обеспечения безопасных поездов и своевременного выполнения производственных занятий. Четкость действия работников связана с движением поездов. Конкретная ответственность с каждым работником движения поездов на транспорте. В основе организации движения поездов на движение поездов на транспорте положены принципы безопасного управления, предпринимательный обеспечер, которая осуществляет контроль за выполнением процесса. Железнодорожные линии в каждой дороге, где оценивают участки диспетчерские, даже диспетчерские круги, протяженность каждого диспетчерского круга, зависит от интенсивности движения поездов, зависит от грузовой работы и составляет от 50 до 200 км. Движение поездов на участках должен руководить только один работник на участке, поездной диспетчер, отличающийся выполнением и соблюдением графика движения поездов на окружении участков. Приказы поездного диспетчера подлежат безоговорочному выполнению работников непосредственно сзади движения поездов на данном участке. Запрещается давать оперативные указания движения поездов на участках всем кроме поездного диспетчера. Движение поездного диспетчера располагает селекторную связь со всеми станциями своего участка и стыковыми станциями. Двенцей имеет радиозвязь с автоматическими бригадами, непрерывное получение информации о движении поездов и положении на участке, не учитывая конкретно положивающийся автомобиль. Двенцей отдает необходимые указания движения по станкам, автоматическим бригадам и другим работникам. То есть, другим словом, поездного диспетчера находится все под руками для того, чтобы управлять всем этим процессом. Задачами поездного диспетчера является выполнение заданных размеров движения поездов на участке, обеспечение своевременного приема поездом в соседних участках, своевременное отправление поездов со станции, безопасного пропуска пассажирских пригородных поездов по расписанию, соблюдение правил технической эксплуатации, инструкции подвижения поездов, инструкция по сигнализации связи и других нормативных документов. Основная задача поездного диспетчера заключается в обеспечении движения поездов по графику, поделок своего участка, состоящего из обгонных фрунтов, разъездов и промежутных станций, ближайшими между участковыми, либо же сортировочными, либо же грузовыми станциями, или же посадочными. В случаях опоздания поезда, поездный диспетчер обязан ввести их в график. Вот это цель уменьшает потратить на стоянных поездов на родильных пунктах, имеет порядок работать и пункт для искрещения оборудования поездов, осуществляет безостановочное искрещение, организует управление поездов по правильному пути на двухпунктных участках и так далее. Другими словами, поездной диспетчер должен следить за выполнением всей работы на своем участке, с его временем прием отправления поездов, который был у нас на армия. И если вдруг будет уступить от хортом-мажорное обстоятельство, он должен принять все меры для того, чтобы этих хортом-мажорных обстоятельств не исключен. Ну, необходимо для правильного планирования и оперативного руководства поездной работы необходимо знать фактическое положение на участке и иметь способность к быстро влиять на перевозочный процесс. Для этого диспетчер должен обеспечить непрерывной точной и наглядной информацией, а поездной ситуацией на участке и управлять не сигналами на новой станции. Знание поездной ситуации позволяет диспетчеру прогнозировать работу участка и намечить оптимальный план графика перед ним поездок. То есть видите, поездной диспетчер должен заниматься этими моментами, то есть он должен обладать информацией для быстрого реагирования либо для оперативного управления всеми перевозочным процессом. Но, к сожалению, наши поездные диспетчеры до сих пор еще получают информацию вручную, скажем так, и до 70% информации уходит на сбор информации, всего лишь только 30% времени он тратит на выполнение работы. Почему? Потому что в распоряжении поездных диспетчеров имеется телефонная связь, по станции, радиосвязи с машинистами, автоматически, то эти устройства для поездного диспетчера, они не представляют для поездного диспетчера достоверной информации и не могут обеспечивать высокое качество руководства движения поездов. И диспетчер вынужден не привыкли вести переговоры со станциями и оценивать поездную установку по вычерчивой графике, с полным движением поезда. и установки машинок на станции, да. То есть, видите, все, что, то есть в течение смены то есть обеспечено, так сказать, да, информацию по студии, висевать этот график свой, да, и отсюда он может уже видеть такая, потому что придет на участок. То есть, мы опять же, видите, до 70% времени выходит на сбор, да. Это очень-очень плохой показатель на сегодняшний, на сегодняшний день, если мы так уже говорим, о работе поездных диспетчеров, да, поездные диспетчера работают в прошедшем времени, они уже используют практически то событие, которое уже имело действие, имеет в данный момент, да, либо же будет иметь, да, это действие уже имело какой-то характер, то есть это достаточно очень-очень плохо, то есть это требование не 21 века, это не, так не должно не быть. И, естественно, естественно, для выполнения вот этого вселопереводочного процесса необходимо, что автоматизация, автоматизация информационного обеспечения поездных диспетчеров, что, в свою очередь, позволит, да, то есть выполнять все смены суточной планы работы поездных диспетчеров, да, в своем участке, да, в инвекции. Если мы будем говорить об этом, да, то основными конечными целями и их деятельностью, автоматизация, да, является, что это обеспечение, опять же, беспрепятственного пропуска поездов всех категорий по перегонам и станции, в свои временные разводы вольных и парольных вагонов, постранственной погрузки, выгрузки, их вывоз с участковой влаги, организация погрузки маршрутов, издача парольных вагонов в регулировку при эффективном использовании перевозочной пропускной и перерабатывающей способностью участков и станции и безусловно обеспечении безопасных вагонах. В процессе управления по каждому направлению деятельности диспетчера выполненных операций двух типов видов, при этом различия в составе операции, в первую очередь, связанные с видом действующих на участке средств СТБ по управлению джинопольных, по локировке пола под джинопольных вагонов в стекле МДЦ и диспетчерского контроля. Существенную и специфическую решению по единобеспечению задачи управления вносит принадлежное диспетчерского фото. Управление парком передаточных локомотивов, вывязки с поездок образования на сортировочных грузовых станций, гендискета продвижения местного вагона потока в переходе грузовой работной станции и узла в НДР. Для повышения производительности труда по изданиям диспетчера, лекарственного регулировочного деятельности, освобождение диспетчера, рутинных операций перехода в безбумажной технологии автоматизированного диспетчерского управления до работы участка целесообразно автоматизировать следующие операции, на выполнение которых в целом затративаются от 50 до 75 процентов рабочего времени, то есть это введение графика исполненного режима, то есть поездной диспетчер не должен его следить, чертить рутами, пускай за него это делают либо компьютер, либо машина, да, вот. Введение приложения графика в режиме появилось, почему, потому что это все опять же записывать поездной диспетчер вручную, то есть опять же на это тоже уходит, что они говорим. Выбор варианта диспетчерской регулировки, оперативный обработки плана графика режима поездов и его текущей корректировки, то есть обработки, то есть сам поездной диспетчер мог задать, там, спросить у компьютера, такие варианты есть пропуска поездов, да, и применять. составление права плана пропуска поездов по участку станции, отправить, да, какое-то, скажем так, голосовое передача информация о подходах поездов. Опять же, вся эта информация была автоматически не записывать, сначала вручную и потом передавать, все теряется в него время. для автоматизации введения графика исполненного движения и приложения к нему, соответственно, формируется что? формирование отчетно-почетных документов, да, то есть выдача графа повторитель, графика исполненного движения, то есть видите, в зависимости от того, то есть какая нам необходимая информация, то есть если все, если мы всю, скажем так, железную дорогу автоматизируем, да, и своевременно будем вносить всю необходимую информацию, да, то здесь, скажем так, наступит порядок. То есть нам нужно будет столько уже, с одной стороны, столько работников, мы должны стрельнить автоматизации, да, с другой стороны, я не буду тратить времени на получение какой-то информации, я нажму только соответствующий пункт в меню, выберу соответствующую вкладку, да, нажму соответствующее действие, и тут же вся информация будет, какая мне нужна, понимаете? Вот, и это, и это, да, то есть приведет к тому, то есть что, во-первых, мы начнем работать не только в режиме реального времени, но это нам позволит еще и работать в режиме будущего времени, то есть мы будем прогнозировать, то есть мы там будем прогнозировать уже ту работу, которая нам необходима, а так и должно быть, то есть мы должны всегда быть на шаг впереди, то есть мы должны видеть, что будет впереди, а не так, что это пришло и мы потом сидим и не знаем, что делать, то есть видите, мы должны предсказывать все те действия, которые могут быть, могут произойти на транспорте, то есть мы должны к этому стремиться, и действительно, при том, что поездной диспетчер у нас работает 12-часовую смену, да, то есть он загружен непонятно чем, то есть он не выполняет свою функцию, да, то есть он не выполняет функцию своего управления, то есть он занимается сборным форматом, а автоматизация позволит нам вернуться к тому, что поездной диспетчер сможет заниматься управлением. естественно, то есть после автоматизации появляется уже непосредственно работают вместе с дежурным по станции, так, с поездным диспетчером, да, с поездными диспетчерами, диспетчерами, то есть дежурным по парку и так далее, все входит в одну систему автоматизированной системы управления переводочным процессом, да, и, естественно, здесь уже в ходе введения автоматизированных рабочих мест будут требованы и профессиональной подготовки кадров, да, вот, и здесь человек должен быть более моральноустойчивым, более психологически устойчивым, да, то есть вот таких видов работ, да, экономика рекомендуется на уровне очень загруженной работы в течение смены равным 75 процентов продолжительности, нижнего уровня загрузки автоматизированной для не автоматизирования деятельности диспетчера 79-87 процентов, то есть видите, при автоматизации, да, то есть загруженность поездного диспетчера существенно снижается, да, 87 процентов для станции, он должен им управлять, должен, он тот человек, и в зависимости от того, то есть чем больше будет загружен диспетчер, тем тем меньше обеспечивать безопасность. Это тоже фактор, да, который необходимо учитывать, почему потому что поездной диспетчер, я еще раз говорю, не занимается своими предпринимателями, он занимается сбором и обработкой информации. Но автоматизированная система диспетчерского контроля, да, она предназначена не только автоматизированная компания, но и обеспечит предоставление обеспечеру, да, в реальном масштабе времени, своевременной и полной достоверной информации, причем вы только что увидите, в реальном времени, да, вот. И естественно, то есть эта информация может быть как полной, да, она может быть так и интегрированной, в зависимости от того, куда мы будем использовать эту информацию по решению этой задачи. То есть мы можем получить всю полную информацию. Вот. И также велика потребность диспетчера и политические информации, количественные и количественные показательные работы у нас, да, в процессе работы. То есть здесь то же самое, если автоматизировать рабочие места, то здесь мы сразу можем посмотреть и посмотреть, что-то будет набирать уберение поисков, да, нормативно, да, будет записана скорость, да, то есть мы можем смотреть, выполняем ли мы какие-то показатели в режиме реального времени или не выполняем. То есть сразу какой-то диспетчер может смотреть, контролирует эти информации, да. Но, естественно, это очень тяжелый процесс. Он может сделать так, чтобы все это автоматизировалось, но информационное обеспечение должно разрабатываться цельным управлением для каждой наглядной задачи управления и управления управления. В первую очередь необходимо обеспечить автоматизацию представление наиболее важной подаемкой информации. Для выполнения этих функций управления, наиболее частный диспетчер имеет дело со следующими блоками информации. поединенные положениями на перегонах на станции, нормативные графики движениями поедут, и так далее, да, то есть что необходимо. Диспетчер систематически использует характеристики станций и регионов, да, сопоставляет их с системами. Здесь вот на рисунке пристан, то есть инструктор не встретит, да, центр управления перевозки на ОРЖД, то есть как здесь происходит, то есть, да, то есть как происходит взаимосвязь рабочих мест, да, рабочих мест с самой станцией, да, не только на самой станции, не только поездным диспетчером, но и на всем, как говорится, уровне, то есть на уровне дороги, то есть все это собирает, все это складируется, охранится и так далее. То есть видите, здесь показывают от самого низа до самого верха, как происходит весь автоматизированный процесс управления. Естественно, то есть главной задачей автоматизации автоматизированного рабочего места является выбор регулярных мероприятий диспетчера на основном создании экспертной системы, да. В настоящее время при всем многообразии систем диспетчерского контроля, да, вот. Основная задача в основном выборе оптимального варианта для каждой конкретного участка с учетом его специфик пропуска поездки. То есть видите, это каждая система должна быть приспособлена под каждый непосредственный участок, конкретный участок, на которой используются те либо имеют какие-то, имеются свои какие-то основные особенности, да и так далее. Но при этом, при этом необходимо также комплексный подход к решению задач управления перевозочным процессом, да, сустроительной диагностики. Эти задачи тесно взаимосвязанными будут решены внедрением комплексной системы диспетчерского контроля, да. Ну и вы скажете, а у нас же была роль диспетчерского парка в управлении локомотивами, да. Вот. Это все в свою очередь, то есть если мы, я еще раз вам говорю, если мы освободим поездного диспетчера от выполнения ненужных функций, ненужных функций по сбору, обработке информации, да, передаче этой информации, построение графика движений поездов, то поездной диспетчер будет заниматься организацией работы движений поездов. И тем самым, да, либо будет улучшаться качество работы локомотив. То есть поездной диспетчер уже будет заниматься им применивая должность. То есть эта функция, то есть она напрямую связана с работой локомотива, то есть поездной диспетчер уже будет заниматься, еще раз повторюсь, своими основными функциями, функциями управления. будет уже планировать как пропустить поезда где быстрее где произвести смену локомотивный бригад но будет вся информация уже под рукой да и он от этого будет заниматься оперативным управлением переводчика на этом курс наших лет подошел к концу если у вас будет вопрос